16 ноября день работников радио, телевидения и связи. Нас этот праздник интересует со стороны телевидения. Дело в том, что Славудич уникальный город. Телевидение в нашем маленьком городе, в котором проживает 25 тысяч человек, стало фактически первым в Украине региональным телевидением и транслирует свои программы с декабря 1989 года. Телевидение. Все с нетерпением ждали первой передачи. И вот две недели назад дебют состоялся. Но мало кто знает, что первую передачу готовило 18 человек с гостей радио УССР. Работники гостей радио уехали сразу же после передачи. И у нас осталось только те, кто есть. Да, и потом, когда специалисты из гостей радио уехали, остались энтузиасты и отдельные привлеченные специалисты из Киева. А уже чуть позже и технических специалистов, и операторов, и журналистов мы уже выращивали сами. Мало того, после 2005 года мы стали поставщиками славудческих телевизионщиков в Москву, в Киев и Чернигов. Вячеслав Пеньковец приехал в Москву. Был вторым оператором на съемках фильма «Здравствуйте, я ваша тетя». Сейчас работает на высокобюджетных проектах на телевидении и в кино. Оператор Алексей Клюка работает в Киеве. Сначала на интере, сейчас у Шустера в компании «Шустер Лайф». Сразу на двух телекомпаниях работает наш оператор Юрий Губа на ТРК Украине и телеканале «Футбол». Оператор Сергей Воробьев на «Мегаспорте». Жанна Бажина, режиссер телеканала «М1». Яна Рудавская, редактор молодежного журнала. Дима Шагалов, инженер на ПТС в Москве, прошел школу НТВ. Таня Конева, уже лет 10 занимается пиаром и менеджментом артистов. Работала с гуртом «Без обмежения», «Торвальта» и другими. Ведет колонку в журнале «Пинг» и «Космополитен». Иван Дорн, уже будучи выпускником первой школы, занимался молодежной редакцией, правда, недолго. И, кстати, первый клип с его участием сняла именно наша студия. А сейчас Иван Дорн – это, конечно, звезда, это кумир молодежи и не только Украины. А Владимир Митько работает на крановых технологиях в Киеве. Григорий Жигала пошел дальше всех. Он сейчас работает на CNN, а начинал с молодежной редакции ТРК Славутич от «Фонаря». А озоновые дыры? А кислотные дожди? Короче, проблем достаточно. Прошел через Белорусское ТВ, 1 плюс 1 и Радио Свободу. Конечно, популярность телевидения, к сожалению, во всем мире падает. Интернет завоевывает новые позиции, но и телевидение идет в интернет. Даже наша маленькая телекомпания сейчас 75% своих новостных выпусков транслирует на странички Фейсбука и других социальных сетях. 4 399 подписчиков нашей компании на Фейсбуке смотрят славутические новости не только в Украине, но и в Белоруссии, Казахстане, Германии, России, Польше, Соединенных Штатах, Латвии, Литве, Молдове, Италии, Турции, Франции, Чехии, Нидерландах, Великобритании, Аргентине, Израиле, Азербайджане, Болгарии, Эстонии, Испании, Канады. И это не полный список. А что касается городов, то опять же сюжеты телекомпании из Славутичи смотрят не только в Славутичи и Чернобыле, а и в Чернигове, Киеве, Одессе, Львове, Любичи, Харькове, Броварах, Нежине и Днепре. Опять же, не полный список всех городов. Интересно, что в социальных сетях нас смотрят женщин 69,9%, а мужчин, естественно, 30,1%. Самые рейтинговые за последние три года стали наши сюжеты в памяти киборга Евгения Арефьева, более 34 тысяч просмотров, и убийство Юрия Булата и первое заседание суда, более 30 тысяч просмотров. Увы, но темы трагического характера и содержания по-прежнему самые популярные среди телевизионных сюжетов, и причем не только на нашем телеканале. А вот в десятку самых смотрибельных сюжетов за последние полгода сюжеты, выпущенные наши, телекомпании, вошли. Десятое место. День миста Славутича 2021 и концерт Джерри Хейл в Славутиче. Более 7700 просмотров. Девятое место. Обережно-дельта. Вакцинация для славучан. Более 8100 просмотров. Перевтилыня. Восьмое место. 8300. Ковидные рейды правоохоронцев Славутича. 8500. Как дистать от Чернигов и столицы, а не заплатить штраф. 8900. Початок опалювального сезона и прокладовища. 9300. Водновление припитей за и проти. 10300. Поджежа в будильной поликлинике. 10800. На другом месте два сюжета. Моторошная ДТП на трассе біля Славутича. Более 11 тысяч просмотров. И сюжет памяти Верхолётовой Нины Миколаевни. Теж більше 11 тысяч просмотров. На першому месте новый магазин АТБ у Славутича. 12700 просмотров. С 2017 года на нашем Ютуб-канале программы телеканала посмотрели 39 тысяч часов. Это практически непрерывно 4,5 года. За последнее время наш телеканал немножко ужался и сократился, но новостные сюжеты выходят по-прежнему по средам и субботам, повтор в четверг и воскресенье. Так, за первые 10 месяцев 2021 года вышло 99 выпусков новостей Славутича. В каждом выпуске примерно 5-7 сюжетов. И общий объём только в 2021 году более 60 часов. То есть фактически каждый новостной выпуск около 35-36 минут информации. А ведь ещё выходят и специальные репортажи, актуальные интервью, архивные сюжеты, различные музыкальные программы. Только за последние полгода в рамках малой культурной столицы мы сняли и смонтировали 25 концертов общей продолжительностью более 8 часов. Мы стараемся делать жизни нашего города информационней, насыщенней и разнообразней. И, как говорится в одной американской пословице, не стреляйте в пианиста, он играет как может. Но, поверьте, наши пианисты, операторы, журналисты, видеоинженеры стараются и делают даже больше, чем это возможно. Поверьте, это я вам говорю, исходя из опыта 32-летней работы телевидения в Славутиче. А ну-ка найдите-ка на карте Украины ещё один город, где местное телевидение работает более 30 лет.